всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 23 по 29 ноября включительно для знака зодиака козерог уважаемые козероги гадание подойдет и мужчинам и женщинам и тем кто в паре и тем кто пока еще в свободном поиске все что требуется от вас это умение расслабиться в таком состоянии любую информацию вы сможете воспринимать правильно в сегодняшнем таро прогнозе мы рассмотрим события начала этой недели с какими мыслями вы входите в этот период основные моменты судьбы мы посмотрим также что происходит отдельно у семейных отдельно то что происходит у тех кто в свободном поиске ваши финансы и также то что будет происходить во внешнем мире попытаемся рассмотреть и скрытые факторы то пока о чем вы знать не можете не забывайте о том что расклад общий для всех одинаково проиграться он не может по каждой карте я даю максимум из того что я вижу вы для себя берете только то что подходит под вашу жизненную ситуацию и если у вас есть какие-то проблемы общий расклад не заменит индивидуального сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания думая о своем вопросе устанавливать время чтобы вы сами для себя понимали в какой период для вас ваше желание проиграется и не проиграется карта которая останется на самом дне колоды после выкладки основных карт и будет являться ответом на ваш вопрос но эту карту мы будем рассматривать самом конце поэтому запаситесь терпением помните о том что благодаря тому что мы имеем возможность заглянуть в будущее с помощью расклада очень много в своей жизни вы можете подкорректировать изменить перестраховаться в каких-то действиях именно для этого и нужны такие прогнозы колода готова и мы с вами продолжаем уважаемые козероги все карты вашего расклада перед вами я приступаю к его чтению если нам понадобятся дополнительные карты конечно же я постараюсь прояснить то что будет неясным ваш расклад начинается замечательной очень активной карты это туз жезлов это говорит о том что многие из вас на пороге каких-то новых начинаний новых дел новых событий новых обстоятельств вы сами хотите каких-то перемен и вы делаете все для того чтобы в вашей жизни что-то менялось это азарт это ваша инициативность это ваше умение общаться с другими людьми и доносить свои идеи которые для вас важны кому-то благодаря этому вы находите поддержку в лице других людей то есть все что вы задумали осуществить вы можете вам помогают как люди так и высшие силы эта карта позитива прекрасного настроения и великолепного запаса энергии эта карта вашей собственной активности и ваших светлых надежд давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели что входит в вашу жизнь мы видим семерочку пентакли эта карта говорит о том что у многих из вас в этом периоде деньги будут многие по этой карте продолжают работать за свою работу вы зарабатываете вы получаете деньги на текущие расходы вами хватает но вы конечно же можете думать о том что хотелось бы чего-то большего и лучшего я не вижу чтобы вы остро нуждались чтобы в финансах у вас была какая-то безысходности наоборот очень многое по этой карте вы меняете вы проявляете терпение вы каждый день трудитесь многие пытаются помочь своим детям или своим внукам вы также продолжаете верить и надеяться но при этом не сидите на месте а каждый день трудитесь всем ваши мысли сосредоточены на работе на финансах на том как заработать больше и лучше давайте посмотрим что ждет наши семейные пары в этом периоде для вас выпала карта короля мечей и на вашу вторую половиночку мы видим карту старшего аркана верховной жрицы или карта папесы если говорить о мужчинах козерогах начну с вас потому что первая карта выпала мужская и она вас показывает как безоговорочных лидеров в ваших отношениях вы чувствуете на себе основную ответственность за дом за семью за все то что происходит в самом доме но в отношении близких вы проявляете строгость из-за чего-то вы нервничаете в этом периоде у вас могут оформляются какие-то бумаги или документы для вас важные которые могли бы дать вам развитие в будущем либо быть благотворными и для вашего дома и для всей вашей семьи но пока с этими бумагами много неясности много знаков вопроса что-то приходится ждать из-за чего-то может быть вы нервничаете у вас есть какие-то планы планирования вы действительно имеете какую-то стратегию согласно которой вы действуете но карты говорят о том что что-то будет происходить в жизни не так как вы планируете очень много вашей судьбе зависит от женщины важной для вас для кого-то для тех у кого живы матери это может быть ваша мать для кого-то это женщина старшая в роду сестра бабушка или еще какая-то важная особо к мнению которое вам стоило бы прислушаться если говорить о вашей второй половиночке ваша супруга в отношении вас выдерживают дистанцию нет особого желания общаться по этим картам прослеживается холодность со стороны обоих партнеров здесь нет сексуальности здесь нет влечения каждый из вас погружен в какие-то свои мысли в какие-то свои проблемы и вы немножечко отстраняйтесь друг от друга из-за этого могут быть конфликты напряжения и непонимания если говорить о женщинах что вам будет помогать ваших отношениях это ваш внутренний голос ваша интуиция для кого-то из вас карты говорят о том что у вас есть возможность в этом периоде что-то изучать либо обогащать свои знания даже не выходя из дома для кого-то эти карты могут говорить о тайнах ваших отношениях о чем-то скрытом о том о чем вы не хотите говорить с другими людьми тайны есть как у вас от вашей второй половиночки так и у нее или у нее от вас тоже есть какие-то секреты и если смотрит меня мужчины по этой карте вы хотите для себя что-то выяснить что-то узнать но чем больше вы будете давить на свою партнершу тем меньше вас ждет успех тем больше она будет закрываться отношения в паре продолжаются но отношения сложные и здесь есть над чем работать у обоих из партнеров на сегодняшний день есть какая-то двойственность и неопределенность ваши эмоции и чувства в отношении друг друга застыли давайте посмотрим что ждет наших свободных козерогов в этом периоде и для вас выпала карта 10 чаш карта старшего аркана юстиции карта правосудия и троечка чаш карты великолепные но они говорят о том что у многих из одиноких козерогов также есть какие-то сложные ситуации связанные с казенными домами все то что проходит через госструктуры любые оформления любые бумаги для кого-то это может быть даже открытые судебные процессы которые требуют ясности корректив дальнейшего рассмотрения но кто-то вас здесь поддерживает в том что для вас на сегодняшний день важно и проблематично рядом с вами есть кто-то из вашей семьи либо из тех людей кто вам предан в лице ваших друзей если действительно вы боретесь за какую-то справедливость вы ее получите правда восторжествует и она будет на вашей стороне если вы добиваетесь каких-то документов у вас будет возможность их получить чему-то вы порадуетесь но в этом периоде еще что-то решается в чем ваша сила в том что вы себя умеете окружать нужными и правильными людьми и кто-то вам действительно помогает для кого-то вот эта карта может говорить о том что ваши прошлые отношения могли закончиться бракоразводным процессом вы оформляли какие-то бумаги связаны с вашими детьми или ребенком для того чтобы получить алименты кто-то может продолжает оформлять эти бумаги либо что-то переоформлять конечно же вы думаете о своих детках у многих дети есть вашей душе на сегодняшний день очень много противоречий по поводу того как выстраивать свою дальнейшую жизнь вы думаете о том что скажут дети что подумают дети каких воспримет партнер или партнерша и как они воспримут его или ее но ваши противоречия и страхи напрасны почему потому что я вижу что в личной жизни у вас также должно все устроиться я вижу что прошлые отношения вас многому научили вы извлекли из них холодный опыт и этот опыт вам поможет вы привлекательны для противоположного пола многие на вас обращают внимание постарайтесь отпустить все негативные программы которые есть в вашей голове и просто отдайтесь судьбе не нужно бояться новых встреч и новых знакомств новой любви для многих из вас эта карта предвещает свидания встречи переписку но здесь вы еще будете выбирать для тех кто на сегодняшний день все-таки встречается и у вас уже есть друг или подруга вот эти карты могут предполагать то что на сегодняшний день ваш партнер либо не полностью свободен либо в ваших отношениях присутствует еще кто-то 3 либо с вашей стороны либо со стороны вашего партнера поэтому здесь стоит задуматься и не ошибиться с выбором для тех у кого какие-то сложности в работе кстати карты могут предполагать то что вам нужно в отношении работы оформить какие-то бумаги либо что-то узаконить либо подписать какой-то рабочий трудовой договор либо накануне нового года может быть в рабочих процессах оформить или прописать что-то официально даже для тех из одиноких кто сейчас без работы кто-то из близких вам будет помогать и кто-то вас поддерживает но вы ведете активный образ жизни и пытаетесь сами искать выход из любых затруднений карты предполагают дальнейший рост благоприятные перемены и в любви и в делах пусть именно так эти карты для вас и проиграются давайте заглянем центр вашего расклада и здесь мы увидим основные события вашей жизни и основные моменты связаны с вашей работой центре расклада мы видим очень сложную очень болезненную карту это 10 мечей для кого-то эта карта говорит о вынужденной изоляции о болезни и о вашем эмоциональном напряжении из-за чего-то вы слишком переживаете ради кого-то либо ради чего-то вы отдаете слишком много сил и слишком своей энергии возможно чтобы кому-то помочь либо что-то поменять свои жизни вы забываете о своем здоровье о своем элементарном отдыхе и многим из вас действительно нужно задуматься о своем здоровье у кого есть какие-то отклонения либо какая-то хроника эта карта предполагает то что вам необходимо лечение у кого-то здесь что-то может быть в запущенной форме исключительно для некоторых эта карта может говорить о том что в данном периоде вы вообще без работы или для тех кто работает эта карта может говорить о застое и о том что по этому поводу вы очень сильно переживаете для тех кто в поиске работы карты говорят о том что сейчас не самый благоприятный период почему потому что есть какие-то внешние помехи но давайте возьмем дополнительную карту и посмотрим что на вашем сердечке рядом с десяткой девятка жезлов которая говорит о старых проблемах которые вы бесконечно решаете вам будет помогать ваш ум ваша находчивость и ваше умение отстаивать свои интересы в сложных ситуациях если на вас кто-то оказывает давление для кого-то эта карта говорит о том что если вы работаете это старые рабочие конфликты либо неясные моменты которые так и остались неразрешенными противоборство с кем-то разногласия во мнениях во взглядах из-за этого тоже может быть напряжение у каждого в жизни это что-то свое но в центре расклада две карты которые говорят о том что проблемы пока к сожалению еще разрешены не все давайте заглянем в дом ваших финансов и здесь мы увидим все то что происходит с вашими деньгами с вашим заработком на ваши финансы выпала карта старшего аркана влюбленных эта карта говорит о выборе перед которой многие из вас будут стоять кто-то будет думать о том чтобы сменить работу либо сменить рабочее направление почему потому что даже для тех кто работает по вот этим двум картам это тяжелый труд это возможно ненормированный рабочий график неважно интеллектуальный труд это или физический но это не та работа от которой вы получаете удовольствие поэтому что-то вам действительно нужно пересмотреть возможно кому-то нужно пересмотреть партнерство в самой работе то с кем лучше посотрудничать найти правильных и нужных партнеров в отношении самих денег даже для тех у кого есть какие-то отложенные деньги может быть дилемма в вашей душе для тех кто встречается эта карта говорит о встречах о свиданиях вы также думаете и об этом о том чтобы сделать какие-то подарочки своему любимому или любимой для вас важно развитие отношений с кем-то в позитиве эта карта говорит о том что если вы мужчина рядом с вами есть женщина которая готова вас поддержать финансово готова вам дать нужный совет и если вам понадобятся деньги это дама вам в чем-то поможет если меня смотрят женщины вам помощи гарантированно от мужского лица и высшие силы здесь вам в чем-то будут помогать в любом поиске и в любых ваших изысканиях связанных с деньгами давайте посмотрим что происходит во внешнем мире на внешний мир выпала карта тройки мечей а эта карта предполагает то что в этом периоде у вас кем-то могут быть конфликты но если смотрит меня мужчины этот самый конфликт провоцирует женщина если говорить о женщинах козерогах вы на кого-то может быть злитесь в порыве гнева кому-то можете что-то высказать при том обидеть того человека на ком нет той вины которую вы на него можете вешать в общем-то эта карта говорит о каких-то нервах о том что могут срываться какие-то сделки с какими-то важными партнерами вы можете не находить общий язык но и ваша личная жизнь отражается на все то что происходит и во внешнем мире когда вы без настроения дела у вас тоже могут не идти давайте посмотрим на скрытые факторы ближайшего времени то чего не видно на поверхности но тон о чем нужно знать уже сейчас и для вас выпала карта короля чаш карта старшего аркана папы иерофант и карта старшего аркана императрицы скрытых факторах нет негатива и на ближайшие две недели в вашей жизни вас ждут благоприятные изменения вас ждут благоприятные известия связанные и с работой и чем-то для вас личным для тех кто болеет либо проходит лечение карты говорят о том что вам нужно поддерживаться предписание врача соблюдать все то что вам прописали придерживаться всего этого принимать нужные лекарства то есть эти карты предполагают традиционные методы лечения и показывают рядом с вами человека очень хорошего доктора возможно ни одного для тех кто лечится для тех кто будет пытаться разрешить что-то в работе вам будет помогать либо какой-то ваш друг либо хороший знакомый но и высшие силы вас защищают это покровительство небес но есть и какой-то сильный человек мира сего который также готов оказывать вам посильную помощь и поддержку здесь как будто бы идет совет трех людей если вы мужчина то это еще какой-то мужчина и женщина если вы женщина то рядом с вами есть два как минимум важных мужских лица от которых что-то зависит в вашей жизни и в их ней тоже от совместных ваших решений и разговоров если говорить о мужчинах для вас это может быть та женщина которая для вас является номером один для кого-то это возлюбленная жена подруга либо какая-то важная статусная особо от которой также что-то может зависеть в делах в работе вас ждет становления у многих будет возможность работать официально в какой-то серьезной организации без работы вы не будете для тех кто в поиске и и в семье в доме тоже вы многое при желании сможете наладить но судя по картам я вижу что вам кто-то помогает и вот это правильное взаимодействие с нужными людьми приносит хорошие результаты поэтому даже если сейчас у вас дела не очень не спешите отчаиваться мы видим что впереди много стабилизируется давайте посмотрим а будете ли вы довольны результатами этой недели и что вас ждет завершение этого периода карта двойки чаш карта духовной близости с кем-то а эта карта лишний раз подтверждает то что рядом с вами есть человек который искренне вас любит и для вас выпадала карта влюбленных в сферу денег и здесь карта тоже показывает двух людей которые друг другу преданы взаимность между мужчиной и женщиной что-то в вашей жизни только начинает развиваться но это новое дает вам равновесие дает вам эмоциональную стабильность для кого-то это даже просто разговор с человеком для вас важным это все то что будет помогать вам справиться с существующими трудностями у многих выходные будет возможность неплохо провести время встретиться с другом или подругой поговорить по душам и в общем то я вижу что по этой карте вы чувствуете себя вполне счастливым человеком давайте посмотрим на основной совет для вас на этот период и для вас выпала карта шестерки чаш эта карта предполагает то что в ближайшее время вам нужно больше времени уделить своему дому своим детям родным и близким тех кого вы любите и тех кто искренне любит вас также эта карта предполагает то что вам нужно уже подумать о предстоящих праздниках подготовиться к каким-то встречам к торжествам к семейным праздникам если вы запланировали какую-то дорогу или поездку она будет для вас удачной она принесет вам положительные эмоции если вы в каких-то затруднениях эта карта предполагает то что стоит вам только сказать кому-то о своих проблемах и тут же рядом с вами появятся те люди которые не оставят вас один на один с вашей проблемой вам кто-то здесь будет помогать из тех кого вы хорошо знаете давайте посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет и здесь мы видим карту рыцаря жезлов эта карта дает ответ да прекрасно карта для дел для дорог для бизнеса для любого рода перемещений если говорить о мужчинах эта карта говорит о том что очень много будет зависеть от ваших собственных действий и вам действительно в отношении вашего вопроса нужно проявить собственную активность если смотрят меня женщины то во многом ваш вопрос зависит от мужского лица либо вам с этим мужчиной нужно по взаимодействовать либо встретиться либо ваше развитие зависит корни от этого человека уважаемые козероги таким был для вас расклад на этот период пишите в завершение этого периода по прошествии времени как для вас расклад проигрался если он с вами срезонировал извлеките из него для себя максимум пользы почему потому что зная о чем-то заранее вы уже к чему-то морально можете быть готовы всем хорошего настроения всем позитива несмотря на то что в центре расклада выпали две очень сложные карты которые говорят о том что сложности да на сегодняшний день пока есть но какими картами окружены эти две негативные обратите внимание что неделя начинается с позитивной великолепной карты основной фон всей недели довольно тоже таки спокойный а это говорит о том что относительная стабильность вашей жизни есть главное старайтесь оставаться на позитиве чтобы в вашей жизни не происходило и в конечном итоге в результате вы довольны происходящим несмотря на то что возможно у вас даже с кем-то конфликты но даже если вам предстоит какой-то конфликт кто-то пойдет с вами на перемирие либо вы сами сделаете первый шаг для того чтобы уладить какую-то ссору и все закончится для вас благополучно я не прощаюсь с вами я говорю вам до новых встреч в следующих недельных прогнозах для каждого знака зодиака сегодня всем до свидания а